униженно так бежит к Кадырову и в какой-то момент он что-то замешкался, он не понял, можно ли ему к нему побежать или нельзя, он останавливается и тот ему говорит, мол, давай, иди, и он прикладывает руку к сердцу и вот так вот делает такой поклон. Это типичное вот это пресмыкание. То, что ты описал, это действительно так и есть. Эти гаремы, все, 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 все вот это существует, действительно. Под прикрытием различных филармоний. Под прикрытием конкурсов, песен и набираются свежие красавицы. Далека Дырова. Тумсо, во всех развитых странах преподают эволюцию и большой взрыв как основы мира. Они все идиоты получаются или это какой-то заговор? Все сошлись на о том, что будут изучать именно это. Ты знаешь, эти люди, которые преподают, они далеко не идиоты. И даже те, кто считают, что это правда, то, что люди эволюционировали, они тоже далеко не идиоты. Есть очень умные люди среди них. То, что так преподается, это я не знаю, я не думаю, что это везде преподается. Точнее, я уверен, что они везде, допустим, в тех же арабских странах это преподаваться не будет. Это 100%. Ни в одной исламской стране это преподаваться не будет. Но если человек как бы думает, что люди произошли от обезьяны или чуть ли вообще когда-то были рыбами, это не значит, что он тупой. Он далеко не тупой. Он умный, но его... Он умный, но неразумный. Вот будет правильное определение. Потому что разум и ум это совершенно разные вещи. Этот человек, он очень может быть умным. Он знает гораздо больше, наверное, меня там. И еще 500 таких, как я. Но его сердце слепо. Его сердце неразумно. И мыслит он в другом направлении. И в этом плане мы с ним не согласны. И я к этому отношусь как-то, знаете. Ну каждый по-своему сходит с ума. Пускай он считает таким образом. Есть такой канал в Ютубе. Называется Топлис. Это научный такой канал. Там молодой парень, его зовут Ян. Он очень полезный. Как бы делает видеоролики. Рассказывает о каких-то научных вещах. Там о андронном коллайдере, допустим. О галактике. Вообще в целом об астрономии. В общем много всего интересного. Там о разных понятиях, терминах. Но это вот человек, который является сторонником того, что все эволюционировало. Там миллиарды лет. Мы когда-то были рыбами. И вот он, например, вчера я смотрел в новый ролик, где он говорит, что некий нерв у нас, который идет от головы к чему-то там. Он огибает гортань. Хотя он мог не огибая гортань, просто напрямую идти туда. Это было бы короче. Но есть вот такая вот петля. и это объясняется тем, что мы когда-то были рыбами. У нас раньше, когда мы были рыбами, напрямую шел этот нерв от мозга к жабрам. А потом мы вот эволюционировали, но гортань никуда не делась. И она значит постоянно оттягивала этот нерв. И получалась вот эта петля. И в итоге он показывает жирафа. У жирафа вообще там огромное расстояние. И я просто думаю, Субхануллах, ну вроде бы такой грамотный, умный человек. И он просто из-за того, что он не нашел объяснения, почему этот нерв таким образом Всевышний Аллах создал этот нерв, что он огибает гортань, он не нашел объяснение этому, и он сделал вывод, что мы когда-то были рыбами. Но это наверняка не он сделал, это до него кто-то сделал. Но это просто поистине удивительный вывод. И меня поражают эти люди. Я восхищаюсь их умом, они очень умные, они делают полезную работу. Но в этих вопросах они могут такой бред сказать, такую чушь. Короче, я не досмотрел этот его последний ролик, просто из-за этого мне стало дальше неинтересно. Саламу алейкум. Ты видел комментарии, которые пишут ухадыровцев в постах, как ты думаешь, это фейк аккаунты? Алейкум асалам. Это крохоботы. Я их называю крохоботами. Конечно, это фейки, это боты. Там существуют такие отдельные группы, создаются в WhatsApp, в которых присутствуют где-то по 50, по 100 человек. Каждый член этой группы обязан иметь по 5, по 10 аккаунтов. Из каждого аккаунта он обязан написать по 5 или по 10 комментариев. Разнарядку дает старшей группе. у этих групп есть отдельная еще над ними стоящая группа, где такие уже иерархия у них своя, понимаете, там более такие блатные у них. Их будет поменьше, там человек 20-30, допустим. Они уже управляют этими группами. И вот здесь сверху приходит разнарядка, допустим, такой-то пост Кадырова писать одобрительные комментарии. Все, эти дали эту разнарядку, те получили. И представьте, если в группе, допустим, 100 человек возьмем, у каждого по 5 аккаунтов, это уже 500 аккаунтов. И с каждого аккаунта, если написать по 5 сообщений, это 2500, по-моему, если я правильно посчитал, будет сообщение. Вот представьте себе, как это делается. И тоже сам также это действует и в отношении неодобрительных, порицающих комментариев. Например, могут скинуть мою какую-нибудь публикацию и написать «бомбим». И вот вы можете их выявить сразу по характеру комментариев, как правило, по содержанию этих комментариев. Как правило, они бывают все однотипные и никак не относятся к конкретной теме данного видео. То есть, они будут, допустим, видео будет, скажем, ролик будет о стоматологе Гадырова, к примеру, комментарии будут такие «да ты сам лжец, да ты на себя посмотри, ой, да что ты там рассказываешь людям, постоянно врешь, абсолютно без конструктивного какого-то обзора на этот ролик, потому что им нет времени это смотреть, там, что-то конструктивное писать. Но я тоже, в свою очередь, научился с этими людьми бороться. Я не буду говорить, как я это делаю, пускай они в холостую пока строчат. «Привет, тебе не надоели вопросы на тему «как ты относишься к ингушам азербайджанцам? Мне интересно, кто их вообще задает?» Честно говоря, мне тоже это непонятно, меня раздражают откровенно такие вопросы. Они глупые, они очень глупые, как можно относиться в целом к народу, какой ответ они рассчитывают? Томсо, как ты относишься к португальцам? Да я их ненавижу, что ли, вот так? Я вообще в своем уме был бы, если бы я так ответил. Я что, какой-то националист, что ли, я похож на него? Зачем такие вопросы задавать? Но тем не менее, люди задают такие вопросы. Также у меня непонятные вопросы, что скажешь? Когда человек какое-то свое отношение к чему-то описал, и он говорит, что скажешь? И у тебя такой ступор бывает, а что сказать? Ты как бы прокомментировал сам тему, ты сам свое видение описал, и далее, что я должен по этому поводу сказать? И это здесь идет речь о каких-то очевидных вещах. Понятно, что если есть какой-то спорный момент, и человек выражает свою точку зрения по спорному моменту, и ты как бы здесь можешь с ним согласиться или нет. Но когда есть очевидная тема, как вы знаете, там вот ребенка расчленили и съели, я думаю, это очень плохо, что ты скажешь? И у тебя такая реакция, блин, а что можно по этому поводу еще сказать? Ты вроде как сказал все, что надо было об сервер Тумсо заметил, КРА насмотрелся турецких сериалов и выстроил себе иерархию султанов. Его гарем это филармония, куда принимают певичек, сыновья, принцы, так как они еще малы, племянники пока министры, префекты и так далее, но и окружение кланяется ему как султану. жены их наверное в душе смеются над ними. Я уверен, что он много из того, что они внедрили сегодня, это повзаимствовано из этих сериалов. Причем внедрили они не лучшее из этих сериалов, там можно было бы взять хорошие примеры, но внедрили они именно то, что вообще для нас не свойственно, для чеченцев в особенности. У нас никогда не было вот этих наместников, каких-то князей, людей, перед которыми мы бы присмыкались. У нас всегда был равен и тот, кто богат, и тот, кто беден. Даже во времена нашей независимости при Ичкерии тогда любой человек с оружием мог свободно устроить разборки с любым чеченским генералом, с любым, и устраивали. Он мог просто взять с собой несколько своих родственников или своих товарищей и поехать устроить перестрелку с очень именитыми какими-то заслуженными нашими амирами, выдающимися. Много таких примеров у нас. И это было всегда, мы так жили, у нас не было вот этого присмыкания, что кто-то там при власти и перед ним люди присмыкаются, ему там кланятся. Вы, наверное, видели этот ролик, где директор ЧКТРК грязный бежит униженно так бежит к Кадырову и в какой-то момент он что-то замешкался, он не понял, можно ему к нему подбежать или нельзя, он останавливается и тот ему говорит, мол, давай, иди, и он прикладывает руку к сердцу и делает такой поклон. Это типичное вот это присмыкание. Мы видим подобное в этих сериалах турецких, но мы никогда не увидим это в чеченской истории. Это отвратительно на это смотреть, конечно. А то, что ты описал, это действительно так и есть. Эти гаремы, все, 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 все вот это существует действительно под прикрытием различных филармоний, всяких под прикрытием конкурсов песен и набираются свежей красавицей Далекадырова. Барху.